Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земли, я хочу взяться в великолепие Твое, превыше небес. Здравствуйте, дорогие телезрители! Я спешу вас поздравить с Днем Семьи, Любви и Верности 8 июля. Это праздник действительно семьи, потому что сегодня Церковь прославляет День Памяти святых благоверных князей Петра и Фемронии Муромских Чудотворцев, которые являются небесными покровителями семьи и семейных отношений. И сегодня Церковь предлагает нам рядовым чтением послание апостола Павла к Кремленам, 12 глава, стихи 6 по 14. И вот как звучит этот отрывок в русском синодальном переводе. «И как по данной нам благодати имеем различные дарования, то имеешь ли пророчество – пророчествуй по мере веры. Имеешь ли служение – пребывай в служении. Учитель ли – в учении. Увещатель ли – увещевая. Раздаватель ли – раздавай в простоте. Начальник ли – начаствуй с усердием. Благотворитель ли – благотвори с радушием. Любовь – да будет непритворна. Отвращайтесь зла, прилепляйтесь к добру. Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью. В почитательности друг друга предупреждайте. В усердии не ослабевайте. Духом пламенейте. Господу служите. Утешайтесь надеждою. В скорби будьте терпеливы. В молитве постоянны. В нуждах святых принимайте участие. Ревнуйте о странноприимстве. Благословляйте гонителей ваших. Благословляйте, а не проклинайте. Итак, дорогие братья и сестры, сегодня Церковь предлагает нам поразмышлять над отрывком из послания апостола Павла к римлянам, 12 главе. И сначала в этом отрывке апостол Павел говорит о тех дарованиях, которые человек получает при крещении и после возложения рук, то есть после Таинства Мира Помазания сегодня, получает некий дар. И этот дар не должен быть зарыт в землю. Этот дар должен развиваться и приумножаться в Церкви. Апостол Павел говорит, «И как по данной нам благодати, то есть дар — это всегда присутствие благодати Божией и ее благословения, как по данной нам благодати имеем различные дарования, то имеешь ли пророчество, пророчествуй по мере веры». Пророчество — это именно, как мы назвали бы сегодня, старчество. Это, вероятно, одна из древнейших форм старчества. То есть прозревание того, что будет полезно человеку. И имеешь ли пророчество, пророчествуй по мере веры. И толкователи разделяются, несколько лагерей, как толковать это выражение по мере веры. Чья вера здесь имеется в виду? И кто-то говорит о том, что это имеется в виду та вера, которая имеет сам пророчествующий. То есть если чувствуешь вдохновение, если чувствуешь прилив благодати, если чувствуешь призыв Божий к тому, чтобы сказать что-либо в общине, то действуй. Если нет, то по мере веры действуй. С другой же стороны, некоторые толкователи небезосновательно имеют мнение о том, что в данном контексте здесь имеется в виду вера тех, кто слушает. И действительно, не всякому человеку, кто приходит в храм и приходит к духоносному старцу, этот старец действительно дает ответ. И здесь, вероятно, даже не причина не в старце, а причина в открытости сердца и действительно искренней веры этого человека, того человека, который приходит за советом. Прежде всего, за советом к Богу. И через него тот или иной человек в храме или не только в храме, в жизни действует. Поэтому пророчествуйте по мере веры. Мы можем здесь с двух сторон посмотреть на это толкование. И та, и другая сторона имеет место быть. Имеешь ли служение, пребывая в служении, учитель ли в учении, увещатель ли увещая, раздаватель ли раздавай в простоте, начальник ли начальству с усердием, благотворитель ли благотвори с радушием. И здесь апостол Павел как бы заканчивает перечисление, неполное перечисление тех дарований, которые присутствуют в человеке, присутствуют в человеке после того, как он принимает дар Святого Духа. И мы видим, что здесь есть и учитель, и увещеватель, и начальник, благотворитель. Все это дары, дары Святого Духа. Дальше же апостол Павел говорит о более общеобязательных вещах. Если дар все-таки это что-то такое индивидуальное, хотя в то время это было более распространено, но на сегодняшний день это более индивидуальное служение в церкви, то далее апостол Павел говорит об общеобязательных по факту для каждого христианина вещах. Он говорит о тех дарах, которые должны и необходимым образом всегда сходят на человека в таинстве крещения, в таинстве миропомазания, но которые человек должен всегда в себе аккумулировать, сохранять, подогревать. И он говорит в 9 стихе апостол Павел «Любовь да будет непритворна, отвращайте зла, прилепляйтесь к добру». И здесь он говорит о добродетелях уже, о любви, о братолюбии в 10 стихе «Будьте братолюбивы друг ко другу с нежностью, в почтительности друг друга предупреждайте, в усердии не ослабевайте, духом пламенете Господу служите, утешайтесь надеждой, скорби будьте терпеливее в молитве постоянно». И здесь уже идет речь об аскетической практике, которая имеет отношение абсолютно к каждому члену церкви, от мала до велика, вне зависимости от сана, от положения в иерархической структуре церкви. «В нуждах святых принимайте участие». И здесь, в 13 стихе, апостол Павел, скорее всего, имеет в виду конкретную общину города Иерусалима, которую он часто называет и общиной святых, и вообще христиан он называет иной раз святыми именно в библейском контексте. И он говорит о том, чтобы в нуждах святых принимать участие. Действительно, Иерусалимская община ввиду особых исторических причин была бедная община, и где было очень сложно ввиду все нарастающего антихристианского движения в Иерусалиме тогда, было сложно заработать на хлеб, было сложно заработать на проживание, на пропитание. Поэтому апостол Павел, путешествуя по житницам языческого мира, он просил общины языческие не забывать Матерь Церковь, Иерусалимскую общину, и посылать ей некое вспомоществование. И, скорее всего, в 13 стихе речь идет именно о такой помощи. «В нуждах святых принимать участие. Ревнуйте о странноприимстве. Благословляйте гонителей ваших, благословляйте, а не проклинайте». Заключает сегодня Церковь именно этими словами данный отрывок, напоминая о том, что удел каждого христианина – это любовь, милосердие, странноприимство, участие с усердием в жизни других людей, но никак не суд и не осуждение. Поэтому будем стремиться к этому идеалу, который предлагает нам апостол Павел, к которому он нас призывает своими посланиями. Будем помнить об этом и помнить это в день семьи. Помни о том, что семья – это тоже малая церковь, малая община, где каждый член этой общины не принадлежит уже себе, но принадлежит своему супругу или супруге, и тем самым должен проявлять деятельную любовь по отношению к своему возлюбленному, и таким образом исполнять закон Христов, и таким образом подавать пример своим детям и окружающим людям, пример истинной любви и самопожертвования. Только так мы сможем воспитывать в наших семьях истинную церковность и переносить эти отношения не только внутри своей малой церкви общины, но и в церковь внешнюю, в церковь большую, вселенскую церковь, тем самым исполняя свой долг как христианина. Будем молиться, дорогие братья и сестры, и помнить о том, что когда мы молимся, мы обращаемся к Богу, а когда читаем Священное Писание, Бог с Его стороны обращается к нам. Всем радости о воскресшем Господе и до новых встреч!